Всем добрый день, меня зовут Руслан, фамилия Ильюша. Я руководитель отдела дистанционных продаж компании Кенгуру, той самой, где Тверской Максим Юрьевич генеральный директор. Первый слайд, такой довольно простенький. Но без него нам сегодня не обойтись. Здесь дело в том, что на этом слайде показано фундаментальное правило любого ритейла. Как говорит Максим Юрьевич, философия ритейла. Кратко пробежимся, в чем суть. Есть покупатель, есть компания ритейлер. Покупатель совершает покупку, при этом закрывая свои потребности. И компания ритейлер получает прибыль. То есть все хорошо, все счастливы. Далее компания может ждать, пока покупатель придет сам, либо сделать ему какое-то предложение. Она его делает, покупатель его получает, радуется, снова приходит в компанию, все это начинает работать по кругу, и всех все устраивает, все счастливы. Но это в идеальном мире. На практике же чаще получается так, что при получении предложения покупателю либо все равно, либо можно получить отрицательную негативную реакцию. Соответственно, никакой покупки не будет, никакой прибыли не будет, еще и с покупателем отношения испортили. Поправить эту ситуацию, чтобы все это работало, циклично призвано персональное предложение, уникальное, под клиента. Соответственно, получая такое предложение, покупатель радуется, возможно, он думал об этой покупке, либо мы зародили в нем эту потребность, он обращается в компанию, и все это работает. Что необходимо знать для создания качественного, успешного персонального предложения? Самое главное, самое первое, самое очевидное, что приходит на ум, это данные покупателя. Пол, возраст, имя, психологические, психографические факторы. Зная лишь вот эти данные, уже можно делать довольно хорошо работающие персональные предложения, ведь все это можно собрать в портрет покупателя, а с портретами покупателя мы работать умеем. Дальше. История покупок. Получая историю покупок конкретного покупателя, можно сделать ретроспективный анализ, добавить это к данным покупателя, и вот здесь будет вообще бомба. То есть, действительно, предложения будут такие, от которых грех отказываться. И мы в компании считаем, что есть третий фактор успешного персонального предложения, это измерять рентабельность покупателя. А насколько нам вообще выгодно делать конкретно данному покупателю какое-либо предложение? Нужно ли нам это делать? Разберем каждый из трех пунктов чуть более подробно. Сбор и анализ данных покупателя. Крупно все данные покупателя можно поделить на три градации. Это семантические сведения, это потребительский опыт, то есть то, как покупатель покупает, где покупатель покупает, и вообще как идет процесс поиска товара или группы товаров. И коммуникации с компанией. В современном мире сбор семантических данных, то есть это фамилия, имя, отчество, дата, пол, контакт информации и прочее, собирать только их сейчас уже недостаточно. Но собирать их довольно просто. Мы понимаем, что откуда их можно взять. Карта лояльности сейчас, как правило, у всех ритейлеров они есть. Как раз эту информацию покупатели и заполняют. Вот оно. Плюс можно брать с онлайн-каналов. Если у вас есть сайт, есть личный кабинет, попросите покупателя заполнить эти данные там. Собирать их нужно обязательно. Потребительский опыт. Анализируем структуру покупок, делаем RFM-анализы. Очень важно обращать внимание на коммуникации с компанией, жалобы, предложения, реакции на дополнительные предложения. Сейчас вообще такое время, когда коммуникации с компанией нужно, нужно и проще собирать не из своей компании, а из совершенно других организаций. Например, из многочисленных геосервисов, типа Яндекс.Карты, Гугл.Карты, сайты-отзывики. Людям там оставить отзыв гораздо проще. Для ритейлера это дополнительный источник. Это обязательно нужно собирать, обязательно нужно агрегировать, обязательно нужно обрабатывать. Когда готовил презентацию, вспомнил вот этот вот мем, нашел его. Он как раз очень хорошо показывает это. Дальше. История покупок. Казалось бы, это довольно очевидная вещь, но мы иногда сталкиваемся с тем, что компании не понимают то, что покупатель, портрет покупателя, то есть его история, должны быть едины оффлайн и онлайн. Обязательно должна быть у каждого покупателя должен быть свой ID и за ним должна быть история его покупок. Оффлайн, с онлайн каналов. Стоит упомянуть следующее, что для сбора и анализа даже вот этих вот первых двух вещей, как данные покупателя и его история, должны бы в компании должны быть довольно сильно развиты цифровые технологии. В настоящее время довольно трудно представить успешного крупного ритейлера, в котором не было бы хотя бы какой-нибудь одной из трех вот этих составляющих. В идеале, конечно, должны быть сразу все три. В идеале. Это развитие цифровых технологий в компании, вообще в принципе любых технологий в компании, это как правило дорого, это долго, но это современные реалии. Это должно быть как данность, они должны быть. к слову, допустим, в нашей компании на данный момент довольно успешно проходит обкатку системы распознавания лиц. Наша собственная разработка, мы ни у кого не покупали, с нашими IT-специалистами сделали, и вот шоколадочку в буфете можно купить просто подойдя к камере и также пройти через проходную. Работает. Данные покупателя есть. История покупок есть. Как нам рассчитать, а главное зачем, нам считать рентабельность каждого клиента, ту прибыль, которую он нам приносит. Для этого у нас в компании внедрен метод расчета рентабельности, который называется direct profit profitability. Direct product profitability, извиняюсь. Прямая рентабельность продукта или DPP, как мы ее называем сокращенно. В чем суть? Может быть, кто-то знает, если не знает, я сейчас прям кратенько так на пальцах объясню. Для того, чтобы рассчитать DPP, нам нужно знать цену продажи товара, цену закупки товара и их разность. То есть показатели валовой маржи. Далее мы берем группу затрат, связанных с складской логистикой, с транспортной логистикой и затраты на продажу и хранение товара в магазине. Вычитаем это из валовой маржи и получаем значение direct product profitability. затраты на логистику, на транспортировку, на хранение звучит так все общее. Если копнуть чуть глубже, то система считает вот эти вот статьи затрат, опять-таки, это тоже верхние уровни. То есть каждый из них можно раскрыть резко товара, товар распил, фасовка, стоимость хранения в магазине. Все это раскрывается до мельчайших каких-то действий. Чуть ли не взять коробку, отнести ее, сделать два шага, положить на полку. Это тоже все считается, это тоже все учитывается. Но мы также знаем, что помимо прямых затрат на продажу товара есть косвенные затраты. Например, моя зарплата напрямую к продаже товара никакого отношения не имеет, имеет косвенно. Мы тоже это учитываем, вычитаем значения из DPP и получаем рентабельность с учетом прочих затрат. Все это можно сделать, в рамках любой SKU, которая продается у нас. То есть любой товар, который стоит на полке, можно таким образом рассчитать. А если мы можем рассчитать стоимость его продажи, соответственно, это стоимость рентабельность покупки покупателя. Разберем это на таком простом примере. Покупатель. в нашем магазине Кенгуру в городе Вичуга Ивановской области купил пять упаковок облицовочной плитки. Одна упаковка 380 рублей, 5900 рублей. Зная, понимая всю эту экономику, имея такой инструмент, как DPP, мы можем разложить и понять, данная покупка, она вообще рентабельна? То есть покупатель, который уходит из нашего магазина, он принес нам прибыль и сколько? Заедает кликер. Раскладываем. Получается, что коэффициент валовой маржи здесь составляет 41%. Затраты на DPP из-за этого 32,4, прочие затраты 9,8. И вот здесь мы видим, что оказывается данная покупка с отрицательной рентабельностью минус 1,2%. Чистые убыток компании от этой продажи минус 22 рубля и 80 копеек. При этом нужно обязательно понимать, что в целом магазин вичуги он рентабельный, он приносит прибыль. Продажа конкретно взятой SKU, конкретно в этом магазине, конкретно с той полки, где она лежит, нерентабельна. Почему так получилось? Почему вы продаете товары, которые вам нерентабельны? Здесь на самом деле ответов можно набрать масса. Такие самые ключевые это то, что во-первых у наших магазинов есть позиционирование, то есть сеть кенгуру это магазины для дома, товара и ремонта. Это прямо у нас так в логотипе и написано. Это первое. То есть позиционироваться как магазин для ремонта и не иметь выбора керамической плитки. Такое себе позиционирование. Второй момент, что понимая как работает DPP, можно сказать, что может быть дня два назад или три эта же самая плитка была рентабельная. По какой-то причине прошло чуть больше оборачиваемости, чем должно было быть, она стала нерентабельной. Ситуацию надо исправлять. Нам нужно, чтобы покупатель ушел от нас довольный, самое главное. Мы при этом получили прибыль, заработали. Если смотреть чеки, где есть керамическая плитка, обязательно на втором, на третьем месте будет клей для плитки. Это естественно, это как сопутствующий товар. на полке в этом же магазине в той же самой вичуге есть на выбор пять вариантов клея для плитки, которые подходят его объему. Они небольшие, пять килограмм, как раз то, что ему нужно. Цены вы видите. Как нам поступить? Мы можем, ну, человек на кассе пробил, мы можем просто напомнить ему, взять за ручку и подвести к полке, грубо говоря, пусть выбирает, купит что-нибудь уже хорошо, но исправит ли эта ситуация? Опять-таки, понимая всю экономику, мы можем посчитать. Можем посчитать и видим следующее, что прибыльная из всех пяти упаковок клея только две прибыльные и только одна из них поможет сделать данную покупку рентабельной. Напоминаю, что нам нужно закрыть убыток в 22 рубля 80 копеек. С этим справится только циризит. Рентабельность продажи упаковки, одной упаковки этого клея 28 рублей 60 копеек. Мы можем предложить покупателю, здесь же на кассе откажется, окей, мы не настаиваем, мы никого не заставляем, но порекомендовать именно это мы можем. Чуть иначе дела обстоят в онлайн каналах. Дело в том, что продавая онлайн делая заказ на нашем сайте kinguru.ru товар, который вы заказали, придет вам со склада, со склада в городе Иваново, придет буквально на следующий день. Покупатель может уйти, он может не купить, мы можем ему не предложить, он может уйти, мы можем сделать ему персональное предложение, выслав его на e-mail или в приложении в том же, сделать подборку, скинуть, что вот, мол, вы знаете, как это работает, вы покупали у нас клей, подберите сопутствующий товар. На что обратить внимание следует на то, что DPP здесь, если смотреть, затраты на DPP гораздо ниже, чем на предыдущем слайде, то есть существенно. Все дело в том, что сюда, сюда, если вести со склада в магазин, сюда не ложатся две довольно затратные статьи. Это хранение в розничном магазине и процесс продажи в розничном магазине. То есть продавец с этим заказом работать никак не будет. Соответственно, рентабельность такой продажи через онлайн канал получается гораздо прибыльнее, гораздо выгоднее. И вот здесь мы уже можем порекомендовать не одну упаковку клея, а четыре. Если посмотреть любую упаковку, которую купит покупатель, мы останемся в плюсе. То есть покупатель из нерентабельного в нашей системе станет рентабельным. И мы закроем его потребность, что важно. и так буду подводить итог. Если мы понимаем, кто у нас покупает, где покупает, как покупает, какой-то сегмент, B2B или B2C, если мы понимаем, какие товары он покупает, каких групп, каких категорий, какие конкретно SKU, и при этом можем посчитать рентабельность каждой конкретной SKU, мы можем измерить его рентабельность, рентабельность его продаж, его покупок. А если мы можем посчитать прибыль по каждому клиенту, то мы можем ей управлять. Потому что управлять этим нужно. Если этим не управлять, то из вот этого может получиться вот это. На этом у меня все. Компания Кенгуру. Мы помогаем людям обустроить свой дом и жить лучше. с